Ангарчанка пострадала в ДТП. Дочку отправили слухом в больницу, а сами-то вот куда поедешь, никуда не поедешь. Горожане жалуются на повышенную аварийность перекрестка Маяковского, Героев Краснодона. Окружная казна пополнилась на 60 миллионов рублей. Документ уже у нас красиво к завершению был готов, и мы начинали уже активно по нему отчитываться в начале года. Ангарские депутаты сегодня рассмотрели бюджетно в неочередном заседании. Паспорт в торжественной обстановке. Я очень рада, потому что я теперь гражданин России, мне тереть паспорт. 50 школьников сегодня стали полноправными гражданами России. Больше возможностей для спорта. Сегодня мы сделали еще один шаг вперед. Я думаю, в области нас уже не догонят в этом направлении. На лыжно-биатлонном комплексе Ангарский завершилась реконструкция. Служба новостей телеканала «Актиз» начинает работу в эфире в студии Андергаусова. Здравствуйте. Женщина пострадала сегодня в ДТП. Авария произошла днем в старой части города. На улице Героев Краснодона в автомобиль УАЗ врезалась легковушка. От удара микроавтобус вынесло на пешеходную зону. Всего повреждения получили три машины. Водителя с травмами доставили в больницу. Они как врезались, мы как прыгнули вот сюда, и машина поехала. Что в дом-то? Ой, врезаться-то не. И все, ну сейчас ребенка отправились, ой, дочку отправились в больницу. А сами-то вот куда поедешь? Никуда не поедешь. Машину куда-то надо девать, все, она сама не поедет уже. Как говорят местные жители, ДТП на перекрестке улиц Маяковского и Героев Краснодона происходит часто. Движение здесь регулируется знаками. Что послужило причиной происшествия в этот раз, разбираются сотрудники ГИБДД. Общественники объявили благотворительный сбор для семьи, пострадавшей в пожаре. 8 декабря в городе Зиме на частном подворье загорелось помещение летней кухни. Внутри находились трое детей. 12-летняя девочка погибла. Еще один ребенок в тяжелом состоянии. Сильные ожоги получил и отец. Он пытался вытащить подростков из огня. Все вещи и документы уничтожены. Семье необходима теплая одежда, обувь и лекарства. Организованный сбор денежных средств. Всю информацию можно уточнить по телефону. Продолжаем программу. Бюджет Ангарского округа на 2020 год пополнится на 60 миллионов рублей. Это те средства, которые были направлены из областной казны на разработку проекта по строительству водозабора. Соответствующие поправки в финансовый документ были внесены сегодня на внеочередном заседании Думы. Как отметила председатель комитета по экономике и финансам округа Ирина Миронова, окружной бюджет по-прежнему остается дефицитным. В 2019 году разница между расходами и доходами составила почти 13%. Традиционно в декабре месяце мы выходим с уточнениями плановых назначений бюджета текущего финансового года. Для того, чтобы максимально приблизить и достоверно отразить нам всю информацию, касающуюся как межбюджетных трансфертов, так и параметров. На все три периода, три года. Для того, чтобы этот документ уже у нас красиво к завершению был готов, и мы начинали уже активно по нему отчитываться в начале года. Ситуация с дефицитом бюджета могла измениться в результате принятия парламентариями налоговой инициативы Сергея Петрова. Однако законопроект был отвергнут. В Ангарске выросло количество безработных. По данным местного центра занятости, заработкой сейчас лишены 516 горожан. Это почти на 70 человек больше, чем в прошлом месяце. Половина всех безработных в округе имеют высшее образование. А тем временем в школах и детских садах не хватает сотни педагогов. В больницах дефицит врачей и медсестер. К тому же городские предприятия сообщили, что собираются уволить еще 500 человек. К счастью, база вакансий в Ангарске немаленькая. Компаниям требуется почти 4000 сотрудников. Платить за услуги большинство работодателей готовы от 15 до 30 тысяч рублей. В продолжении темы. Долги жителей при Ангарье не уменьшаются, а только растут. Из ситуации люди выходят как могут. К примеру, владельцы Иркутской зоогалереи продают питомцев. Сейчас на продажу выставили двух заморских черепах. Вырученные деньги направят на оплату коммунальных услуг. Фото земноводных выставлены на странице галереи ВКонтакте. По словам руководителей питомника, предложение может заинтересовать местных коллекционеров. К другим темам. 50 юных ангарчан сегодня стали полноправными гражданами России. 14-летним школьникам в торжественной обстановке вручили паспорта. Церемония традиционно проходила в Музее Победы. А для ребят получение главного документа само по себе является значимым и долгожданным событием. Мне было приятно очень увидеть столько новых лиц, столько много эмоций, волнения. Я очень рада, потому что я теперь гражданин в России. Мне тереть паспорт. Торжественная церемония вручения паспортов в Ангарске проводится более пяти лет. Другие города региона подобной традицией похвастать не могут. Ангарский второй лице и детский сад «Теремок» стали участниками регионального проекта по развитию русского языка. Его цель – создать условия для обогащения словарного запаса дошколят. В процесс педагоги активно включают у родителей. Наша речь – это наш портрет. Она показывает, кто мы, наш интеллектуальный и культурный уровень. В проект вошли и детские учреждения городов Черемхова и Шелихова. Накопленным опытом и разработанными методиками педагоги будут делиться с коллегами со всего региона. В Ангарском центре управления проектом нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» подводят итоги уходящего года. В группах компании «Транснефть» 2019 объявлен годом охраны труда. Как организация обеспечивает безопасность своим сотрудникам, расскажем в следующем сюжете. Около 5000 километров нефтепровода с пропускной способностью в 80 миллионов тонн. Работа по строительству и обслуживанию главной сырьевой магистрали ведется в тяжелейших климатических условиях. Поэтому забота о сотрудниках здесь имеет особое значение. Как сообщают в центре управления проектом «Восточная Сибирь-Тихий океан», мероприятия по охране труда охватывают все стороны деятельности компании. Особое внимание уделяется вопросам здравоохранения. У нас во всех регионах присутствия общества заключены договора с медицинскими организациями на прохождение профилактических осмотров. Также порядка в этом году 50 человек нашей компании получили саратонно-корортное лечение в различных санаториях Российской Федерации. Крайне важной является и работа по предотвращению производственного травматизма. Компания регулярно закупает комплекты средств индивидуальной защиты. В этом году на них было потрачено более 6 миллионов рублей. Продумано все до мелочей. Сотрудники обеспечены спецодеждой и оборудованием на все возможные случаи. И, к примеру, в этом году факты травматизма удалось снизить до нуля. Наши сотрудники на регулярной основе проходят обучение по охране труда. У нас заключен договор со специализированной организацией «Вангарский профиль», где за последние три года у нас прошло обучение порядка 800 человек. Такие траты на организацию охраны труда в центре управления считают не просто обязательством, но и серьезным вкладом в успех проекта. Ведь безопасность и здоровье сотрудников – залог продуктивной работы. На лыжном биатлоном комплексе «Вангарский» завершен второй этап реконструкции. Работы велись два месяца. Как преобразился спортивный центр, расскажет Александр Бычков. Проект строительства крупного лыжно-биатлонного комплекса «Вангарский» готовился еще с 2008 года. В прошлом долгожданный стадион наконец открыли. Правда, с учетом финансирования, размер запланированного здания пришлось сократить. Воплотить изначальную задумку удалось лишь сейчас. На расширение комплекса дополнительно было потрачено более 20 миллионов рублей. Сначала были проведены проектные работы по разработке ПСД по фундаментам, планировке помещений, адаптации к существующему уже построенному зданию. А потом мы пришли уже к фактическому исполнению. В основном были вопросы технического характера. Максимально адаптировать это здание к существующему и учесть все потребности эксплуататора. В итоге тренировочная база получила более 800 квадратных метров дополнительных площадей, на которых разместят раздевалки, хозяйственные помещения, санузлы и душевые кабины. Также в комплексе будет организован медицинский кабинет. Как ожидают в администрации, созданные условия должны увеличить и приток спортсменов на стадион. С этой целью планируется закупить инвентарь и спортивное оборудование для занятий биатлоном и лыжными гонками. К слову, в проекте областного бюджета на эти цели предусмотрено около 40 миллионов рублей. Да, бюджет сегодня в стадии принятия, уже прошел, по-моему, третье чтение. Действительно, эта сумма прорисована там. Я думаю, что с учетом приобретаемого оборудования у комплекса будет стопроцентная эксплуатационная загрузка и использование всех этих площадей. Поэтому здесь, видимо, действительно надо просто порадоваться тому, что нас уже не догонят. А уже в следующем году на ЛБК планируют модернизировать лыжные трассы. Это даст возможность проводить в Ангарске масштабные соревнования по зимним видам спорта, в том числе международного уровня. Александр Вычков, Владимир Селиванов, Алексей Выборов. Местное время. И такова основная картина дня. Все новости доступны также в интернете на сайте actistv.ru и на нашей страничке в Инстаграм. А в 21.30 не пропустите хорошее кино. Сегодня вас ждет художественный фильм «Кинзадза». Приятного просмотра. Я же с вами прощаюсь. Всем доброго. До свидания. Продолжение следует.